Травматолог это врач, с которым каждому из нас, наверное, хотелось бы встречаться пореже. Но, к сожалению, любимый многими метод лечения «Само пройдет» не всегда действует. И бывает, даже ударившись мизинцем о диван, ждешь у моря погоды, ну лучше обратиться к специалисту. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер. Добрый вечер, Инна Сапанченко. Про травмы. И думаю, что это тема, которой, ну так или иначе, с которой сталкивался каждый из нас. Иван Олегович, вот когда человек получил какую-то рану, он бежит, наверное, к хирургу, хирург ее зашивает. Если нужно скрыть дефект от полученной травмы, то, ну, скорее всего, наверное, к пластическому хирургу пойдешь. А вот травматолог, какие все-таки компетенции, чтобы уж окончательно разобраться, ваши? Ну, в компетенцию врача-травматолога-ортопеда входит лечение пациентов с повреждениями костей, связочного аппарата, с повреждениями мышц. И именно вот эти вот травмы и являются основой для работы специалистов нашего профиля. Мы чаще всего говорим травматолог-ортопед. А каждый ли травматолог-ортопед? Это, в общем-то, ведь вроде как смежные специальности. Наша специальность называется травматология-ортопедия. И действительно, они смежные, потому что, по сути, ортопедия – это лечение заболеваний костей, лечение заболеваний суставов. А травматология – это условно лечение именно острого состояния. И поэтому эти специальности, они, травматология-ортопедия, специалисты, они попросту невозможно их разъединить, поскольку любое последствие травмы может перейти в заболевание ортопедическое, которым занимается также специалист-травматолог-ортопед. А вот травматолог – это хирургическая специальность? Травматология – да, это хирургическая специальность. Наверное, с детства мы привыкли, что когда что-то сломали, мы обращаемся в травмпункт, доктору-травматологу, делают репозицию, накладывают гипсовую повязку, и на этом лечение заканчивается. Но на самом деле, в травматологии, как сказал один доктор французский, он сказал, рано или поздно все болезни на земле будут лечиться консервативно, таблетками, и единственным уделом хирургии останется именно травматология, потому что травмы, они как были, так и есть. И в своей специальности, в практике, ежедневно мы ходим в операционную, мы оперируем пациентов с переломами костей, потому что, к сожалению, не все травмы, не все переломы, не все повреждения, которые случаются, можно лечить с помощью гипсовой повязки. Иногда требуется оперативное вмешательство для фиксации пластинами, штифтами. Но я думаю, что это вообще мечта любого человека выпить таблетку и больше уже не делать ничего, при любом заболевании волшебную. Конечно, это да, это безусловно. Я для тех, кто опоздал к началу эфира, скажу, что сегодня в программе «Звоните доктору» такой некий маленький филиал травматологического отделения. Поэтому, если вы упали, очнулись и обнаружили гипс, то звоните к нам, 202-11-22, потому что сегодня у нас в студии врач-травматолог-ортопед Иван Гранкин. И очень интересно, конечно, было бы узнать, с какими травмами чаще всего обращаются к вам жители города, области, наверное, тоже, да? Или к вам? Мы и область, да. И жители районов области тоже к нам прикреплены. Мы оказываем терматологическую помощь. Что с нами территориально случается? С какими травмами? Ну, нельзя сказать, кто-то где-то больше получает травмы в районе или где-то в городе получает. Травмы получаются повсеместно, в зависимости от сезона, от времени года. Конечно, если это весна-осень, то это падение на льду, это будут одни травмы какие-то, мелкие кости. Если это лето, то это, как правило, активный образ жизни, высокоэнергетические травмы, ДТП, падение с высоты, стройка. Зимой тоже активные виды спорта, и там тоже достаточно часто люди получают травмы. Повреждаются абсолютно все сегменты. Ну, то есть сказать, что, например, чаще ломают руки или чаще травмы какие-то ног или что-то вот этого? Нет, есть статистика, которая как мировая, так и всероссийская, статистика Самарской области. Конечно, там наиболее чаще обращаются с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости, переломы хирургической шейки плеча, переломы шейки бедра. Это пожилые пациенты, ослабленные какие-то. Это наиболее частые травмы. Но, тем не менее, из костей скелета, наверное, еще не было ни одной такой косточки, с которой пациент не обратился. Так, переломать можно все, что угодно. Вы знаете, был такой фильм «Невезучие», наверняка смотрели, но на всякий случай герой, вот он в какую бы ситуацию и не попал, обязательно с ним что-то происходит. А есть ли у травматолога такой некий собирательный портрет вашего пациента, кто чаще всего попадает в какие-то такие неприятные ситуации и получает травму? Как такового портрета собирательного нет. И когда приходишь на обход к пациенту и впервые узнаешь, каким образом он получил травму, наиболее частая фраза «Да я по глупости». Вот это вот есть. То, что, ну, наверное, 99% пациентов, которые получают лечение в травматологических отделениях, они все получают травму по глупости. Поэтому сказать вот так вот точно, ну, действительно, наверное, можно что угодно сотворить и получить травму в том месте, где, в общем-то, это непредсказуемо, неожиданно, попытаться что-то где-то перепрыгнуть, попытаться прыгнуть с какой-то тарзанки, покататься, не умеючи на роликах, на коньках и так далее, получить, естественно, при этом травму. Ну, то есть люди любого возраста, пола и социального положения, все к вам? У нас лечение получают пациенты от 15, и вот самая пожилая пациентка была на прошлой неделе 98 лет. Боже мой. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Меня зовут Людмила. У меня вопрос к доктору по поводу шишек на пальцах, так называемые вальгус. Вальгус. Я бы хотела узнать, есть ли какие-то современные методы оперирования, потому что, вот как говорят наши хирурги в поликлинике, что это после операционной период пациента два месяца, и два месяца можно подить на костылях. Вот я, например, не имею такой возможности, потому что я еще работаю. Вот есть ли какие-то методы лечения, оперирования, вот именно вальгусом. А я правильно поняла, Людмила, что это вас беспокоит, да? Конечно, беспокоит, потому что и болит, и уже на левой ноге пальцы практически зашел. Первый вот этот палец, на котором эта шишка, практически зашел уже за второй. Спасибо, да. Я забыла второе слово. Вальгус как-то это? Халюкс-вальгус. Совершенно верно. Людмила, добрый вечер. Конечно, есть возможные способы корригирующих остеотомий, в принципе, оперативного лечения, вот вальгусной деформации первого пальца стопы. И после операционного ведения в основном будет, конечно, средство иммобилизации обязательно, ограничение нагрузки на поврежденный сегмент конечности обязательно. Но для того, чтобы более подробно ответить на ваш вопрос, к сожалению, нужно тщательно изучать рентгенограммы, смотреть вашу стопу и уже индивидуально принимать решение и говорить по поводу того, какой тип остеотомии предпочтительнее при вашей деформации и какое после операционного ведения будет также предпочтительнее для вас, наиболее благоприятно с наименьшим реабилитационным периодом. Поэтому, наверное, для консультации вы можете обратиться к травматологу, в нашу клинику, можете обратиться, я проконсультирую и более подробно все расскажу. Просто без рентгенограмм, к сожалению, очень сложно предсказать, что у вас. Но, Иван Олегович, а минимальный срок, когда человек не может работать после такой операции? Существуют специальные обуви, специальные ортопедические приспособления, при которых, возможно, ходьба без костылей. Но сроки срастания перелома – это минимум два месяца. Это тот срок, когда нельзя нагружать конечность. И проблема, если я правильно понимаю, распространенная. Она многих, многие сталкиваются, да, с... Достаточно частая патология, да. Очень много сталкиваются, потому что это и пытаются избавиться, это неудобство, неудобство ношения элементарной какой-то обуви. Это вся она широкая, без каблуков и так далее. Мы сейчас с вами говорили о собирательном портрете пациента, который у нас не сложился, да. А можете вы вспомнить какие-то случаи своей практики? Вот вы сказали, что нет ни одной косточки, которую невозможно травмировать, сломать. А самая необычная, может быть, травма или самая серьезная из тех, что к вам обращались люди. А, Иван Олегович, прежде чем мне ответить, давайте сначала со зрителями поговорим. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу спросить доктора по такому-то вопросу. Два года назад я поломала ногу, у меня была сделана операция. Да, слушаем вас. У меня пластинка вставлена и еще там, ну, в общем, такая система укрепляющая. Скажите, пожалуйста, а можно не вытаскивать эти пластинки? Если в течение двух лет не возникло никаких осложнений, нет никакой реакции мягких тканей, нет воспаления, температуры, вы не чувствуете нахождение этого фиксатора на кости, то есть никаким образом не вызывает у вас дискомфорт, то этот фиксатор можно оставить навсегда и не удалять. Спасибо. Или мы не ответили? Мы ответили. Мы ответили. Тогда продолжаем отвечать на мой вопрос, что самое необычное было. По поводу того, что самое необычное, ну, наверное, он так не вспомнил, что какая-то кость там уж совсем необычная была, но забавный случай был, это опять же, сейчас мы говорим, что это забавный, когда один пациент уже находящийся у нас в клинике, мы спрашивали у него, что с ним произошло, он смеялся сам над собой в голос и рассказывал, что его с одной стороны к спине привязали резиновой, канатом резиновым, к другому дереву его привязали второй резинкой и отпустили кататься на роликах между двух деревьев с двумя резинками. Естественно, как только отпустили с одной стороны, она тут же оторвалась, и он тягой второй резинки просто врезался в это дерево, он сломал абсолютно все ребра и остистые отростки позвонков. Травма достаточно серьезная, конечно, и опять же, по глупости. Вот уж где по глупости. И уже где по глупости. Очень много таких, конечно, случаев бывает, когда пациенты сами про себя с улыбкой на лице это рассказывают. Ну, свойство хорошее нашего организма, нашей памяти, не драматизировать, с одной стороны. Скажите, Иван Олегович, вы можете на глаз определить травму всегда ли это возможно? На глаз можно заподозрить то или иное повреждение. Если это очевидный вывих или если это очевидный перелом, да, это будет патологическая подвижность и деформация конечности. Но не всегда, к сожалению, или наоборот, к счастью, есть такие вот прям явные повреждения. Есть переломы без смещения, так называемые трещины. На глаз определить практически невозможно. Это будет боль в месте травмы, отек, покраснение, нарушение функции и конечности. И в таком случае, конечно, лучше обратиться за медицинской помощью, если даже врач-специалист не сможет определить, то сам человек, который получил травму, он явно не сможет. Поэтому лучше обратиться за медицинской помощью, врач посмотрит, определит степень повреждения, назначит какие-то дополнительные методы исследования, сделает даже тот же самый рентген, УЗИ, и уже увидит то повреждение и назначит адекватное лечение в ранние сроки после травмы. Вы вначале говорили о сезонности травм. Вот сейчас лето, ну, каждое лето выезжают на дороге мотоциклисты, да? А, наверное, второе уже лето выезжают на дороге, в том числе на дороге выезжают самокаты. Стало ли это уже проблемой, или эта проблема ждет нас в ближайшем будущем? Что касается мотоциклистов, они получают травмы. И по статистике, если сравнить общее количество мотоциклов и общее количество автомобилей, которые есть, мотоциклисты не так часто уж травмируются и попадают к нам из процентного соотношения. Иван Олегович, прежде чем самокаты, давайте еще примем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. У меня вот такой вопрос. Четыре года назад муж сломал ногу. Вот как часто он может проходить реабилитацию по ОМС? И сможет ли вообще, да? Сможет ли вообще. Либо это только один раз после травмы. Добрый вечер. Да, тут нужно разобраться. Случай, наверное, в любом случае индивидуально нужно рассматривать. И нужно определять, а насколько сейчас супруг после четырех лет восстановился, какой объем реабилитации ему нужен и в каких центрах он должен получать эту реабилитацию. Если он действительно нуждается, если, я не знаю, не дай бог, там есть какая-то инвалидность, скорее всего он будет получать эту реабилитацию по ОМС продолжать. В случае, если это незначительные какие-то ограничения, сложно вот так тоже ответить на этот вопрос. Если придете индивидуально, может быть, тоже на консультацию и как-то более подробно поговорить, осмотреть супруга. Тогда можно будет ответить поподробнее. Спасибо. А мы про самокаты. Мы про самокаты. Так вот, с мотоциклами уже, да, на самом деле более-менее как-то определились, ездят аккуратно уже все. А вот по поводу самокатов, особенно сейчас в Самаре месяца два, как появились вот эти самокаты. В каждом шагу, да. На прокат. И, к сожалению, вот на сегодняшний день это настоящая проблема. Проблема для травматологов уже, она существует. К нам в клинику за два месяца обратилось около двухсот пациентов. Около десяти человек мы прооперировали. Это только в нашей клинике. Именно с самокатов. Почему проблема? Потому что прокатные, наверное, люди когда-то, может быть, катались на самокате в детстве или еще что-то. Транспортное средство, наверное, это очень мощное. Люди не справляются с управлением, падают, получают травмы, достаточно серьезные травмы. Переломы, которые, я говорю, приходится даже порой оперировать. Опять же, почему? Потому что нет основ катания. И вот эти вот все травмы, я говорю, что они получили именно на прокатных самокатах. Люди все-таки, которые катаются на самокате, постепенно учились этой езде. То есть, если свой, то, скорее всего, человек уже не учится? Свой, скорее всего, нет. Он научился, он умеет ездить. А здесь сразу прокатный, мощный, хороший мотор. Катаются, не справляются с управлением, падают. И я не знаю, какой совет от вас попросить этим людям? Ну, есть инструкция. Даже, по-моему, на этих же самых самокатах написано, вот самая первая инструкция – не кататься по двое. Сколько я гуляю в парке, вижу по набережной, все катаются по двое. И очень много родителей, отец чаще всего с ребенком. Ну, да, вот, к сожалению, из-за этого нарушение элементарных техник безопасности приводит к травме. Вот мы уже травмировались, а как? Так, звонок, да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос. У меня неделю назад встынь упал в сутки и горда, ушиб руку. Рука болит, ну, считай, за неделю, и боль усиливается. Ну, понятно, сын школьник, врачу истинно торопится, хотя я его уговариваю, потому что мало ли что, он считает, что это просто ушиб, что поговорить и пройдет. Скажите мне, есть ли какие-то симптомы, чтобы можно было понять, бежать ли он к врачу или что-то, бежать ли он к врачу, или что-то, бежать ли он к ушибу и саму пройдет? Да, спасибо за вопрос. Добрый вечер, спасибо за вопрос. Ну, основным симптомом является боль. Если есть боль, то лучше, еще раз говорю, обратиться к врачу. И сам факт травмы, то, что он упал, боль, боль усиливается на протяжении недели, это уже, опять же, повод обратиться к врачу. Если есть отек, нарушение функции, а не менее пальчиков, то это, опять же, показания для консультации у специалиста. И уже специалист назначит какой-то дополнительный обследователь для того, чтобы подтвердить диагноз или, может быть, его опровергнуть. Может быть, это действительно ушиб, но на протяжении недели, получая хотя бы лекарственную помощь, в любом случае, болевой синдром должен купироваться, уйти, и боль должна пройти. Поэтому все-таки лучше обратиться к специалисту. Иван Олегович, если, например, болит в Баку, ты думаешь, ну, ничего пройдет, неделю ходишь, это оказался аппендицит, потом перитонит, потом летальный исход, да? А если, ну, пусть даже не перелом, а какой-то очень серьезный ушиб, ты не идешь к врачу, ну, не идешь и не идешь. То есть, что может быть? Какие осложнения? Осложнения могут выразиться в ограничении функции конечности. То есть, если после травмы формируется какая-то гематома, гематома просто так не будет формироваться, это какое-то кровоизлияние, это повреждение мышцы, связки, сухожилия. Соответственно, уже мышечный, связочный аппарат может пострадать от этого, что приведет к ограничению функции, либо выраженному стойкому болевому синдрому. А уж если с переломом не обратиться к врачу, то это приведет к несращению и полному, вплоть до полного отсутствия функции. Поэтому затягивать нежелательно. Мы передачу не случайно назвали «Упал, очнулся гипс». В общем, восприятие-то, если что-то сломал, то нужно пойти к врачу, тебе наложат гипс, и вот, собственно, все. А все ли и всегда ли? И как вообще происходит лечение, ну, скажем, переломов, если сейчас так немножко сузить? Ну, на сегодняшний день все-таки, в принципе, тенденция такая мировая направлена на, с одной стороны, оперативное лечение, когда мы больше и больше и больше оперируем. Если раньше достаточно большое количество пациентов, и процент пациентов лечился консервативно, наверное, все помнят и по фильмам, и по мультикам, когда накладывали эти шины, скелетное вытяжение, как волк, ну, погоди, весь в Грузии висел. Потом накладывали гипс, и все. То сейчас, чем быстрее сделать операцию, тем быстрее начнется этап реабилитации. Быстрее начнет ходить, восстановится, вернется к труду, к своей повседневной жизни. Но бывают случаи, когда операции не показаны. Несмотря на то, что это может быть сломана плечевая кость, или большеберцовая кость, ну, то есть крупные кости, не всегда показаны операции, и грамотно расписанный вот этап консервативного лечения и соблюдение этих всех требований пациентам приводит к очень хорошему функциональному результату. Поэтому однозначно сказать на сегодняшний день, что мы оперируем или лечим консервативно, нельзя. Но тенденция все-таки в пользу оперативного лечения. А вы это решение принимаете самостоятельно или консультируетесь с пациентом, что можно не оперировать, само срастется, вот поживите в гипсе, либо оперируемся? Ну, безусловно, с пациентом мы объясняем пациенту возможные варианты лечения, как оперативного, так и консервативного. Основное решение остается все-таки за больным. И объясняя, пытаемся говорить все-таки не на медицинском, а на русском языке, для того, чтобы ему это было все понятно, доступно, к чему это может привести, какие требования должны быть к реабилитации, к восстановительному лечению. Когда ему нужно будет идти в поликлинику, делать контрольные снимки, для того, чтобы подслеживать этапы лечения. Если пациент на это согласен, то, конечно, мы можем себе позволить не делать операцию, ведь операция, она никому еще здоровья не добавила, какая бы она ни была, малоинвазивная, немалоинвазивная, но все равно это вмешательство. Поэтому, если есть такая возможность, то оперируем. Если мы видим, что этот пациент неблагоприятный, если мы видим, что он не будет выполнять никаких рекомендаций, конечно... Вы это видите сразу? Бывают такие пациенты, что у них это на лбу написано. Конечно, таких пациентов мы пытаемся прооперировать, для того, чтобы создать дополнительный каркас для кости. Что приведет к более быстрому сращению. И еще один вопрос про гипс. Вот эта многовековая панацея, которая используется травматологами, при всех достоинствах имеет еще и массу всяких побочных неприятных явлений. В нем тяжело ходить, там все потеет, чешется. Ну и в общем много-много еще длинный перечень. Альтернатива все-таки какая-то появилась. То есть медицина же развивается, что сейчас какие-то... Можно, ну, другие повязки невесомые наложить, дышащие? Есть сейчас, в принципе, практически на все сегменты конечностей, есть иммобилизирующий, обездвиживающий сегмент конечностей, ортопедические изделия, которые на липучках, съемные, быстро. Удобно, хорошо. И если мы считаем, что достаточно будет иммобилизации вот той степени жесткости, стабильности, которая обеспечивает это изделие, мы его накладываем, пациент уходит, и все хорошо. Если мы считаем, что ее будет недостаточно, то в любом случае гипсовая повязка она есть. И как раньше, да, говорили гипс-гипс, и сейчас его по-прежнему называют пластиковый гипс. Это полиуретановые бинты пластиковые, которые легче, которые не крошатся, которые при контакте с водой не теряют своих свойств, конечно, они существуют, и их наложение, да и хирургу тоже самому приятнее, нежели чем гипс. Давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас не слышим. Алло. Да, да, слушаем вас. Это его тихо, он взял. Его тихо, он взял. Очень много рекламируют пленку. Плюнку полимедеум по всем каналам. Вот, помогает вроде какая-то артрита. В аптеках ее нет. Можно заказать только на Азову. Столько ей покупать. Какая проблема у вас? Скажите, пожалуйста, артрит? Артрит. Спасибо, да. Да, спасибо за вопрос. Ну, вряд ли мы будем сейчас помогать рекламе, да? Ну, к сожалению, наверное, да. Я, может быть, не настолько сильно смотрю телевизор. Я про эту пленку впервые слышу. Может быть, к моему сожалению. Может быть, она действительно уникальная. Но я не знаю даже, как продолжить. Вот, ничего не знаю про эту пленку, поэтому никак не могу комментировать. К сожалению, не могу ответить на вопрос. Ну, просто по поводу артрита... А по поводу артрита, опять же, не нужно пытаться заниматься самолечением. Кто-то что-то в рекламе сказал. Ну, это подход индивидуальный должен быть. Не нужно заниматься. Все-таки обратитесь к специалисту. Специалист вам расскажет про лечение. Возможно, и про эту пленку расскажет. Какие-то подробности. Может быть, даже где ее купить. И уж не так много, к сожалению, времени остается до окончания программы. Поэтому хотела поподробнее вас про операции расспросить. Но еще, наверное, очень важно нам сейчас вот о чем успеть поговорить. Травма произошла, лечение произошло. Но сразу встать, побежать чаще всего не удастся, особенно если это травма ноги. Насколько важное значение иметь реабилитация? Вот вы сказали, что мы иногда видим, что пациент не будет никаких рекомендаций выполнять. Влияет ли это на длительность восстановления? Либо это может еще хуже какие-то последствия за собой повлечь? Вот у нас буквально вчера была конференция по поводу неотравматолога. И очень много было докладов. И в заключении практически каждый докладчик говорил о том, о комплексном подходе к лечению пациентов с травмами конечностей. Потому что нельзя просто сделать операцию, отпустить пациента. У него все срастет, все заживет, все хорошо. Потому что, естественно, он не понимает, как и что делать. Это правильно. Поэтому, помимо грамотно выполненной операции, реабилитация занимает, ну, наверное, 50% успеха. В хорошей реабилитации, в восстановлении конечностей. Это же не просто какая-то лечебная физкультура или комплекс физиотерапевтических мероприятий. Это заинтересованность пациента в своем восстановлении. И чем больше пациент будет заинтересован в своем восстановлении, тем лучше у него будет результат лечения. И именно вот реабилитация, вот это вот ежедневное занятие упражнениями и будет достигать вот этот вот хороший результат лечения. А уже не хочется ничего. Все, тебя выписали. Хочется жить дальше. Иван Олегович, мое сегодняшнее утро началось с того, что я встретилась с человеком, начала с ней разговаривать, как-то проговорилась, что у меня вечером эфир. Выясняется, что это ваш пациент, ваша пациентка, которая просила вот меня передать вам просто самые наилучшие свои еще раз пожелания и благодарность. Сказала, что у вас прекраснейшая команда в вашем отделении. И мне очень приятно, что я могу это сделать, опять-таки, в ваш профессиональный праздник. Ну что, прощаемся со зрителями. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»